Так, ребята, мы уже дома. Я решила нацепить микрофон. Посмотрю, как будет. Мне не очень нравится, когда микрофон, если честно, потому что звук какой-то слишком уж... Короче, я только что сделала свои яйца беконом. Завтрак у меня был. А сейчас... Ну, я просто пожарила яйцо. Сейчас у меня просто варятся яйца, которые пойдут в салат мимозы. Я сделаю этот салатик. Мы его давно не ели. А завтра день рождения у моего брата, и мы решили его отметить у нас дома, потому что мы решили, что так будет нам комфортней из-за того, что мы с маленьким ребенком, и мы сможем подольше посидеть, и мне будет комфортнее сидеть. Недавно как раз мой брат тоже в гости приходил. Я его просто пригласила на ужин, ну, чтобы почаще видеться, спросить, как дела, рассказать, как мы съездили в Грузию. Он тоже очень хотел, но у него учеба. Это мы свободны от этих дел можем путешествовать. Ребята, если вдруг вы пропустили, у меня на Рутюбе вышла эксклюзивная новенькая реакция на маму в 16. Уже как нормально так дней вышла, и я хочу сказать огромное спасибо за просмотры. Я вот поняла, нам нужно снимать на свежие выпуски, потому что вот этот выпуск, на который мы сняли реакцию, он вышел вот буквально недавно. Прям свеженький-свеженький новенький, который никто еще не смотрел без нас. Ну, может, чуть-чуть только людей. Короче, выпуск бомба. Я прямо кайфанула. Сразу видно, новый герой, новая заставочка, все такое свеженькое. Новая история. Я назвала выпуск не отец, а рэп. Я думаю, что вы поймете, почему, когда посмотрите эту реакцию, которую я оставила по ссылке в описании. Обязательно смотрите, потому что там, как всегда, трэш. Угарчики, прикольчики, все наше любимое. Запасайтесь вкусняшечками и приятного просмотра. И посмотрите нарезку. Будет делать Анютка, а я буду думать, типа, ну и хрень ты делаешь. It's a level, high level. Блин, ну она такая. Она залетела. Мама занята. Голубей кормит. Ресницы, вот эти губы, тюкюльки. А она поверила. И залетела. А ты же... Ну как же она будет, у нас нет ни денег. Что же нам делать? Давай съедемся. Вот это жизнь, а? Мне придется, мне придется ее кинуть. Или съехаться? Не знаю я. Лучше первый вариант. Ээээ, я не буду. Он, конечно. Лашпет. Просто вот ты вот говоришь про этого рэпера? А может он через 10 лет по Эминем. Да-да-да, скриптонет. Во, крысьяра он. Короче, заказала себе кофеек. Спать охота. Слава, кстати, спит, вырубился. Я бы тоже, кстати, вырубилась. И я сидела перед компом просто как зомби в последнее время. А потом в какой-то момент словила... Все-таки я помешанная мать, конечно, не буду скрывать. Словила какое-то чувство даже не то, что вины. Я просто подумала о том, что Анютка там скучает по мне. А я просто сижу перед компом и листаю рилс. И я такая, блин. Короче, в 5 часов сегодня сбор гостей, мероприятие. Можно сказать, новое агентство появится. Но на самом деле не то, что новое. Просто было раньше агентство плосков продакшн. Я думаю, многие, кто следит за блогерами, за тусовочками, то вы в курсе. Вот мы с ними тоже работаем по каким-то проектам. И Кирилл, мой менеджер, он изначально из этого агентства. Раньше назывался плосков продакшн, а сегодня мы узнаем, как будет по-другому называться. Уже на месте узнаем. Сбор гостей в 5, но я не планирую приезжать к 5, потому что... Потому что все будут собираться, а я не думаю, что я буду долго на мероприятии. Потому что мне лучше пораньше вернуться домой. Пораньше забрать Аню, потому что она сегодня тоже рано встала. У нее был дневной сон раньше обычного. Но, следовательно, и спать на ночь она захочет сегодня тоже раньше. Да и просто я сама, если честно, устала и не выспалась. Поэтому я лучше приеду, когда уже собрались люди. С Кариной мы переписывались, они вообще вроде в 7.30 планируют приехать. Я думаю, что тусовочка там будет допоздна. Ну, короче, приеду я попозже. Не знаю, захочет Слава со мной ехать, как он себя чувствует. Но я поеду. Пока сама не понимаю, как. Либо на своей машине, либо вообще на такси. На такси было бы, конечно, прикольно. Не люблю такси. Но есть это, конечно, удобство. Чего греха таить. Так, у меня будет мимоза. Туда мне надо сиру. Яйца главное. Горбуша. Не знаю, хорошая ли банка. Должна быть хорошая. Короче, разборки у нас тут были с этими окнами. Что мы думали, как же быть, что же сделать. Потому что, блин, мне не нравится. Оно под замороженное такое. Короче, у меня там в холодильнике есть такое место, где сильнее морозится продукт. Это небось... Ой, это вообще... Такое вообще лучше не есть. Вообще, в последнее время с этими всеми роликами в интернете, с консервами, с рыбами... Стремно. Пипец. Ну, как будто бы она должна быть норм. Просто вот этот сок, он такой немножко желе стал. Из-за того, что... Даже не знаю. Так, кажется, я закажу сейчас новую. Нет, вроде сейчас ненормально. Я могу даже попробовать ради эксперимента. Ну, что-то мне вообще... Заказываем. Мне сейчас вот я кофе заказала. Привезли за 5 минут. Все, я заказала. Неохота мне с такой штукой возиться. Ну, дело даже не возиться. Вдруг с ней что-то не то. Вообще, по сроку она должна быть нормальная. Лучше не рисковать. Сейчас в наше время... Реально, лучше переплатить, выкинуть. И все будет окей. Что в последнее время вообще... Что не новость, то жесть. Я пока могу натереть сыр, порезать лук. У меня дела хватает. Короче, все думали по поводу окон. Выбирали цвета. Я Лили присылала. Есть вариант покрасить окна. Кто-то из подписчиков написал даже, что типа все окна. И у них как раз так, крашеные окна. Типа нормально все. Просто есть риск. Это непрактично. Свет может выгорать на солнце. И просто я буду переживать. Вдруг что-то потрескается. Не знаю, лопнет. Краска вздуется. Ну, в общем, как будто бы не очень-то мне нравится эта идея. Если честно. Поэтому не знаю, не знаю. В общем, у меня план такой. Сделаю салат и поеду на мероприятие. Приеду домой и не знаю. Буду отдыхать. Я сделаю салатик. Мама тоже завтра будет готовить. И сюда уже все принесут. И мы у нас соберемся. Вот. У нас будет немного чисто наша семья. Короче, маленькая компания. Они предлагали отметить у мамы или у Гоши дома. Часто вижу, кстати, вопросы. Типа, есть ли у Гоши жилье. И что, типа, я там в блоге делюсь тем, что вот мне дедушка оставил. А, типа, что там у Гоши. И все почему-то думают, что если я не рассказываю про Гошу, то дедушка ему ничего не оставил. Только все мне оставил. Вот. Но на самом деле это не так. Я уже говорила, что дедушка всем своим внукам все оставил. То, что мог. Квартиры, машины, дачи. Так что не волнуйтесь. Все у нас под контролем. Ну, в смысле, никто не обделен. В семье нет такого, что... Да, кто-то спросил, типа, нет чувства, что ты была любимицей, поэтому тебе, типа, все оставили, а твоим братьям ничего. У меня, как скажу, у меня есть чувство, что я была любимицей. Потому что я, во-первых, единственная внучка, во-вторых, я самая первая дедушкина внучка. И у нас действительно с ним была, ну, нереальная связь. Я думаю, все знают и понимают. Поэтому я думаю, все равно я его любимица. Ну, потому что девочка. Все равно это другое, конечно, другая любовь. А так никто не обделен. Дедушка никого из своих внуков не обделил. И даже про внуков. Короче, про всех дедушка подумал. Так что вот такой вот у нас дедушка был. Так, сыр я натерла. Я думаю, мне этого хватит. Так, короче, сидела я реально и такая, блин, думаю, чувство вины у меня. Вообще перед дочкой, что, типа, реально. А вдруг она там скучает по мне. А я тут такая сижу, просто рился, смотрю. Ну, типа, знаете, я думаю постоянно, что я всегда должна проводить время с пользой. Я всегда должна что-то делать. Потому что вот эти рился, это просто ужас. Ну, может, конечно, я из-за этого немножко где-то туплю. Память такая. Потому что нету концентрации внимания. Постоянно ты распыляешься на всякую фигню. Это, конечно, тоже сыграло свою роль, понятное дело. Но все равно. Все стараюсь почистить телефон. Я теперь хочу 16-й айфон, девочки. Он вышел. У меня просто есть 15-й. Он лежит на столе и ждет, когда я просто все перекину на него. Но когда я пыталась в прошлый раз, писала, что ждать, типа, 2 дня. А я не могу 2 дня без телефона. Ну, это вообще. Не, блядь, немыслимо. В смысле 2 дня? Я могу без телефона только пока я сплю. Все, остальное время у меня должен быть телефон. Потому что у меня постоянно что-то должно быть под контролем. Вот такой вот я сумасшедший человек. Короче, теперь я хочу 16-й. Но когда он у нас появится, и за какие бешеные деньги, не знаю. Еще я тут поняла, что я хочу ноутбук. Но тот, который я хочу, тоже стоит денег бешеных. Еще я хочу день рождения. Я, конечно, дохера хочу. И все эти ремонты. О, смотрите, как быстро рыба приехала. Офигеть. Я в шоке. Просто тот, кто придумал доставки. Будь счастлив. Здоров. Если ты жив, конечно, дай бог тебе здоровья. Пойду. Курьер, наверное, удивится, что я с микрофоном. Так, теперь вся квартира пахнет беконом. Не могу я что-то одно заказать? Мне надо что-то еще. Всегда. Каждый вечер, думаю, так, все. Ложусь. Открываю маркетплейсик любименький. И это. Мне надо то, все, пятое, десятое. И в итоге нихрена, нихрена. Забываю, отвлекаюсь. Надеюсь, ты в порядке. Так, вот это я открывать не умею. Я это делаю криво. Нету этой открывашки. О, я научилась. Все равно, конечно, удобнее с крышечкой, но... Тяжело. Все выглядит хорошо. Потому что я теперь такая сомнительная особа. Вот реально лучше вообще мне жилось без всех этих роликов в интернете. Клубнику я уже боюсь есть. Зелень боюсь есть. Да все, я уже боюсь есть. Что не день, то ролик открываешь какой-нибудь, а там тебе показывают под микроскопом какую-нибудь, не знаю, твою любимую вкусняшку. А там вообще капец чум. Хорошая рыбка. Так, вообще яйца у меня уже готовы. Вкусно будет. Как же я люблю вкусно кушать. Это просто капец. Вот я реально понимаю, что я не люблю тратить время на готовку. Но я обожаю домашнюю еду есть. Во-первых, мне суперспокойно так. Плюс вот из-за того, что у нас есть ребенок, это еще больше меня волнует. Вот, ну понятно, может мы не всегда ей даем ей полезную пищу, в том плане, что там это могут быть и печенье, и, не знаю, может быть то, что ей пока даже рано давать, там кусок хлеба. Но вот именно когда мы ей даем, даже жареные котлеты не полезно, но когда они домашние, мной приготовленные, мне это все равно спокойнее. Хотя лучше, конечно, не жарить. Нам всем лучше перейти на все на пару такое. Я в духовочке запеченная. Еще в рыбке косточки, чтобы никто потом не полевылся. Один раз Ане я дала красную рыбу, но она ее любит и ест прям все ок. Мне казалось, я все проверила, то есть я маленькими кусочками ей в тарелочку делаю, но просто в один момент я на нее поворачиваюсь, она такая сидит, огромную кость достает и убирает. Сначала я подумала, типа, охренеть, а потом я думала, какая ты умная, что она догадалась, что кость, типа, не надо ее пытаться проглотить, сожрать. Все-таки вот реально, ой, насколько все дети разные. Мне не сильно есть с чем сравнивать, но я просто понимаю, что любой другой ребенок мог бы, например, взять и подумать, что это какая-то вкусная хрустяшка, и надо ее попробовать проглотить. Ну, блин, любой бы так мог попробовать сделать. Но она реально взяла и достала кость, которая, знаете, не тоненькая такая, а вот прям такая нормальная. Я не знаю, как я ее не заметила, но когда она ее достала, думаю, господи, в такие моменты, конечно, думаешь, ну и мать я. Блин, да невозможно быть идеальным, реально, вот я бы какой-то, не то, что не прикидывалась, я не прикидываюсь, но все равно и мультики у нас есть, и кость, вон, ребенок у меня ел, и собачью кость. Вот недавно тоже посасывали мы, облизывали. Ну, блин, что поделать, что поделать? Я стараюсь, но у меня нет там 10 рук, 3 глаз, поэтому что-то добывает где-то, идет не по плану. Но это все равно. Иногда по новостям посмотришь какое-нибудь, типа мужское, женское, это вообще ужас. Поэтому, когда с таким себя сравниваешь, думаешь, да я вообще идеальная мать. Да не, я себя не сравниваю там с мужским, женским, ну там с всякими алкашками, которые детей бросают, вообще за ними не следят. Наткнулась на Рилс, типа где девушка вышла из дома, сняла своего ребенка, показала, что он уснул, маленький совсем вообще. И типа она пошла, вышла на улицу, и какая-то там была подпись, мол, типа все же мы такие, типа ха-ха-ха. А суть Рилсы заключается в том, что она такая подумала, мол, сейчас я быстренько сбегаю до магазина, буквально за минуточку, за 3 минуточки, пока ребенок спит. И значит вышла она такая на улицу, идет такая, а потом представляет картинки, что ее ребенок там плачет, падает, ну что-то, я не помню, что там было. Но суть в том, что типа представляет, что он уже проснулся, а ее нет дома. И сразу она быстро бежит домой. В комментариях трэш. И я совсем полностью с этим трэшем согласна. Знаете, у меня бывало такое, что вонючий какой-то дома мусор, который не поместится вот сюда к нам на этаже в мусорку. Я дома одна с Аней, например, ночь уже, а я понимаю, что мне воняет, ребенок спит. И у меня, типа нет, ну как бы у меня вариант по сути, либо пойти быстренько, условно побежать, выкинуть мусор на улицу и вернуться, либо сидеть с этим вонючим мусором. Ну это даже просто вот пример ситуации. Я никогда не подумаю о том, чтобы оставить ребенка одного дома. Спит, не спит. Ну то есть для меня это просто, просто немыслимо. Вот в частном доме, где ты просто вышел, у тебя открыто окно, и ты слышишь даже, и ребенка слышишь, и все. Ну то есть там окей еще. Я могу понять. Выйти посидеть на качалке, пока твой ребенок в доме, вот у нас на даче, например, твой ребенок в доме спит. Ты сидишь на качалочке кофе пьешь. Вот это одна ситуация. Но из квартиры уйти? Блин, а вдруг что? Не дай бог с тобой, вот даже просто посмотри, не дай бог с тобой что случится. Блин, что угодно может случиться. Вот посмотрите, сколько вот эти самокачки гоняют, которые сбивают людей, которых потом берут и вообще на скорую возят. А ты такая, вышла в магазинчик, а твой ребенок остался один дома. Ну типа как? Просто даже с этой точки зрения подумать, как? Короче, я в ахере, там ее все осудили. Я ничего никогда никому не комментирую, но тоже ее осудила. Думаю, вообще больная. Прикол в том, что она это все так выставила. Типа, все же мы такие, что вот я такая вышла и подумала, вдруг что случится, и сразу побежала. Нет, мы не все такие. Мы даже не выходим из дома, когда ребенок дома один, спит. Что за фигня? Ну а наверняка найдутся те, которые сейчас напишут, в смысле не выходим? Я каждый день выхожу. Не, ну понятно, наверное, какой-то возраст есть допустимый у ребенка, когда понимаешь, что, ну в принципе, ты можешь пойти в магазин и оставить одного ребенка дома. Но! Я не знаю, туалет, наверное. Ну вот напишите в комментариях. Просто мне так страшно, потому что я знаю, что за ребенком нужно так следить. Твоя малейшая ошибка, просто подумать, что, ой, да ладно, я сейчас быстро сгоняю в магазинчик. Ну что, тут три минуты посиди просто, вот мультики посмотри. Твоя малейшая ошибка. Ошибка может стоить тебе очень дорого. Конечно, есть мамочки, которые посчитают, что я слишком нагнетаю обстановку и надо жить проще. Ну, блин, это то же самое, что выйти на детскую площадку и не следить за ребенком, сидеть в телефоне. Потому что ребенок вроде как играется там, а потом обернуться и понять, что ребенка-то его нет на детской площадке. А потом просто, вот сейчас я смотрела, даже накнулась, нарилась, что просто какие-то, видимо, мошенники, воры, не знаю, пара какая-то, мужчина, женщина. Просто пришли, отвлекли там бабушку или маму, не знаю, отвлекли ее от ребенка и украли малыша. Вот, вот, все. Зато вот я просто подумала, если вдруг ко мне на улице кто-то подойдет, пока я с ребенком, и захочет спросить у меня какую-нибудь важную информацию. А как пройти туда? А где здесь магазин? Умоляю, подскажите. Вот в этот момент этот человек, он просто человек. А твой ребенок это то, на чем ты сконцентрирован. Ты можешь смотреть за своим ребенком и даже если человек стоит здесь, ему что-то отвечать. Я считаю так, вообще похер. Потому что если я начну обращать внимание на этого человека, а не на своего маленького ребенка, какой-нибудь дядя, он там покажет игрушку, и все. Ну, понятно, короче. Не, вообще, я считаю, пофиг. Либо берешь ребенка, либо говоришь, так, пошли со мной, если, ну, давайте я вам сейчас подскажу, если вам что-то надо. Ну, стойте тогда вот здесь, чтобы я около ребенка своего стояла. Ну, короче, просто, девчонки, будьте внимательны. Так вообще опасно. Я просто к тому, что жизнь такая штука. Пару раз и убежишь ты в магазинчик, пока твой ребенок спит. А не дай бог на третий раз что случится, блин, сколько историй. Что дети берут там, сжигают дома по случайности. Из окна, не дай бог. Ой, это вообще тоже так страшно. Мама каждый раз к нам приходит, когда говорит, пожалуйста, я вас уволяю, сделайте на окна вот эту штуку, чтобы закрывалась. Потому что, ну, сейчас пока они нет, мы на распашку их типа открыли. Но у нас еще сетка, а сетка это еще самое страшное. Самое страшное потому, что ребенок, не дай бог вообще, подумает на эту сетку. Ну, подняться на стул, залезть, облокотиться на сетку. Ой, короче, лучше жить в духоте с открытой форточкой наверх, например, хотя бы, да? Чем на распашку открывать и не дай бог что. Ну, блин, кто-то подумает, что я какая-то больная там мать, слишком помешанная на контроле. Для меня это просто, ну, вообще база. Ну, типа, сохранить ребенку своему жизнь и уберечь его от опасности, для меня это просто, ну, база. Я не понимаю, как можно размышлять по-другому. Иногда очень хочется расслабиться, не идти, не проверять. Вот даже у нас это бывает до таких мелочей. Мы лежим еще, как бы спим, Аня уже проснулась, уже начинает слезать с кровати. И мы вроде такие лежим, не хочется вставать. Аня уже начинает по дому ходить и просто ходит-ходит. И прямо около кровати может шлепнуться так. Вот недавно такое было. Все, зато ты сразу быстро встаешь. Это лучше любого кофе. Просто постоянно на адреналине, на движухе. Но все равно это кайф, потому что ты постоянно в тонусе. Еще бы спину ровно держать. Потому что я вот такая вот, просто вот такая. Вчера мне казалось, я была такая худая. Прямо на себя смотрю, зеркалю, думаю, вообще живот не торчит. Спина такая, аня, красотка. Сегодня я уже вот такая не выспалась под вечер. Хотя еще, ну, можно сказать, вечер. Устала. Просто из-за поездки из-за того, что не выспалась. Так, яйца. Надо, чтобы они были прям холодные. Поэтому мне надо почистить посудомойку. Короче, ладно. Уже не помню, что я там говорила. С окнами мы вроде как решили, что, скорее всего, будем делать коричневые снаружи, коричневые внутри. Еще мы в понедельник, это завтра вечером, либо во вторник, узнаем, сколько нам это обойдется. Нам пришлют смету. И останется ждать три недели, если мы оплатим 50%. Вот, с этого момента останется три недели. И когда нам установят окна, скорее всего, это займет максимум два дня. Скорее всего, за день получится. Но он нам сегодня сказал наш окончик, что там, когда будут сниматься старые окна, велика вероятность, что что-то там новенькое узнается, что, например, там надо что-то запенить больше где-то. Ну, короче, все равно могут быть нюансы, которые потребуют больше времени, чем установка там окон где-то в квартире, может быть, замена. Вот, поэтому мы, в принципе, как бы на два дня рассчитываем. Буду держать вас в курсе новостей. На этой неделе у меня будет съемка по работе. Рекламу будем снимать. И я думаю, может быть, в этот же момент замутить просто фотосессию для фоточек. Я стараюсь сейчас опять сториз вести, а то я вообще иногда выпадаю из инсты. Понятно, по каким причинам. Ну, короче. Так, а тут у меня все грязное как раз. Короче, я имею в виду, какие причины, что... Ну, что-то как-то не знаю. Короче, раньше у меня было больше энтузиазма вести инсту запрещеночку. Как-то сейчас я вообще подрассабилась. Что-то выставлю, что-то не выставлю. Вообще стало пофиг. Но это не очень-то мне нравится. Потому что все-таки это хорошая возможность привлекать новую аудиторию. На меня периодически подписываются интересные яркие личности. Я за этим слежу. Подписывать взаимно бывает тоже. В какой-то степени можно черпать вдохновение. Поэтому все равно надо, конечно, не забрасывать. Просто столько времени на все уходит. Тут вам рассказать. В телеграме рассказать. В инсте рассказать. Охренеть можно. Нужно, чтобы яйца были холодные. Чтобы их было проще почистить. Так, сейчас 16.52. Мне вот как раз минут через 15 бы выйти. Так что ладно, буду я готовить салатик. И поеду. Ехать вроде недолго. 20 минут. Но мне еще надо будет волосы сделать. Что-то с ними. Думаю, пучок может собрать. Или просто хвост. Но как-то залежу волосики. И думаю, подумаю, как одеться. Скорее всего, это будет какой-то расслабленный casual. Джинс. Какой-то топ. Короче, подумаю. Так, ребята. Вот такая вот я фиточка наряженная. Такой вот букет взяла. Рядом с домом очень убогий цветочный магазин, к сожалению. Там никогда нет прям стильных классных букетов. Не, ну этот как бы неплохой. Ну, как бы вообще. С учетом того, какие сейчас возможности, какую красоту сейчас иногда делают. То этот, конечно, такой хиленький. Короче, я заказала такси. Решила не ехать на машине, потому что это в центре. Думаю, нафиг надо ехать всего 20 минут. А на машине я буду там полупаться, мучиться. Что-то устала. Раньше никогда бы не села в такси. Я просто подумала, как прикольно. Я смогу сидеть в наушниках сзади. Еще заказала себе бизнес. Я тут недавно себе заказала, ну, не эконому, комфорт. Чтобы быстрее доехать. Потому что как раз, по-моему, я на волосы в тот день ехала. Чтобы без пробок. Потому что такси же могут по выделенной полосе ездить. И мне это было прям на руку. Слава со мной не поехал. Сказала, что он устал. Что у него есть дела, которые он может поделать за компом. Связанные с его делами. Вот. Поэтому я не сильно-то и как-то и расстроилась. Чтобы выпендриваться на него. Типа нет. А ехали со мной. Я знаю, что Карина с Ооском будет. Вот. Не знаю, будет ли там кто-то еще, с кем я в таких хороших отношениях, чтобы постоять языками почесать. Потому что я же не со всеми прям близко дружу. И долго могу на чем-то болтать. Но я как-то не боюсь. Вот. Натепила на себя свой любимый пиджак. Короткий. Я его просто обожаю. Вообще в гардеробе обязательно должен быть короткий пиджак. Потому что он сразу все меняет. У меня просто все джинсы получаются широкие. Сейчас мод такая. И мне самой не нравятся узкие. Как они скини называются или как-то. Хотя раньше только такие носила. Как бы вам показать мой образ целиком? У меня такси еще минут пять, наверное, ждать. Я не богиня стиля, но в чистое оделась, в приличное. Ну, что я думаю. Мой любимый цвет это черный и всегда все очки-пуки. А еще мне очень нравится вот такой вот слегка косой пробор. Мне кажется, он мне идет. Так, ребята, я приехала. У меня есть микрофон. Так, ребята, надеюсь, микрофон у меня получил агентство Плосково Продакшн. Теперь по другим начальствам. И сегодня мы узнаем, как будет называться теперь агентство. А еще тот конкурс. Называться будет либо Фаб, либо Теплица. Я проголосовала за Теплицу. Прошу всех собраться на террасе. Можно выиграть на Ольбок. Мне-то надо. Мы тут с Варистой болтаем, пьем просеку. Это правда. Сейчас будет объявление. Тут собрались просто многие-многие блогеры. Вон Карина стоит. Что-то сейчас будет. Что-то сейчас начнет. Друзья, вы можете бокалы взять с собой на самом деле. И вместе с ними подходить сюда, не стесняйтесь. А вот, кстати, Ира. Она же теперь главная. Карина вот стоит. Все. Я подготовила речь. И я ее буду читать. Потому что я сейчас расстала в час. Ира, ты супер! Чтобы совсем не обозориться с сегодняшней речью, я вчера перед сном решила погуглить, что нужно сказать, для того, чтобы мою речь запомнили. И кроме речи Линкольна я нашла в интернете определение запоминающейся речи. Так вот, в интернетах пишут, что для того, чтобы речь была интересной и запоминающейся, нужно использовать такие литературные приемы, как анафора, эпифора, параллелизм и многие другие. Я, конечно же, хочу начать свою речь с благодарности, потому что она меня переполняет из благодарности в первую очередь к Пете, потому что 10 лет назад мы с ним все это организовали. Мы сделали то тайланд-агентство, к которому мы привыкли к сегодняшнему же времени. То, что мы сегодня называем тайланд-агентством, это 10 лет. Не каждый брак выдерживает столько времени. Здесь еще и партнеры, и я сначно благодарю вам. Это весь наш наш канал был. В общем, спасибо, Пете. Очень жаль, что вас сегодня здесь не стали. Я благодарна каждому члену нашей команды. Я хочу, чтобы они вышли к нам. Карина, Гриша, Руслан. Кристина. Команда-агентство, встречаем, дамы и господа. Внимание! Сейчас мы станем очевидцами рождения нового. Какой предмет оказался у вас во владении к этому моменту? Подождите. Есть еще текст. В общем, я хочу сказать, что наша команда – это моя опора и поддержка. И когда вы говорите о том, что плосковь в рог крутые, это вы говорите про них. Это доверие дорогого стоит. Если говорить о команде, то невозможно не упомянуть Кирилла Семина. Кирилла Семина. Просто я говорю, что дорогого стоит. Нам нужно отбить ивент. На стоимость этого ивента можно было купить квартиру в мультике. Уважаемые рекламодатели, здесь могла быть ваша. Ну а если серьезно, спасибо за то, что поддерживаете нас рублем и проектами. Это правда супер. Мы будем стараться отрабатывать каждый проект так, чтобы вы были счастливы. И мы тоже. Дорогие гости, вы невероятно красивые. Спасибо вам, что вы пришли провести с нами этот вечер и наконец-то ее узнать. Бабы или Тибирица. Узнаем вместе? Да! Точно! Так, наша реакция. Сейчас мы станем очевидцами рождения нового. Какой предмет оказался у вас во владении к этому моменту? Типлица. Поднимите его над головой. Теперь направьте его в левую от себя в сторону. Я могу поколить. Теперь в правую. Отлично. Теперь снова наверх. Держите его двумя руками. Ой, я боюсь. Приложите предмет к сердцу. У меня боялся, что в бокал, чтобы не угнал. Затем направьте его в землю. Поднимите его к небесам. И наконец, направьте его к загадочному объекту. Главная цель и виновник торжества скоро покажется перед вами. Там точно теплица. Давайте зарядим его общей энергией, дамы и господа. Пусть эта новая глава будет счастливой и полной чудес. Вы готовы? Да! По моей команде. Три, два, один. Я не выиграла ноутбу. Я на мероприятии с Кариной. Не знаю, слышит она мель или нет. Говорю, не знаю, слышит она мель или нет. Я нет, а они, наверное, да. Молодец. Молодец. Где-то видно, чтобы я на мероприятии пела, пела. Я обычно пришла на кофе скромненько и ушла. Вот как материнство разговаривает. Ещё и на такси. Вообще. Где-то не тачки в семье. Вообще. Не знаю. Решила выпить, типа. Ну и выпить, и искать парковку. Ты чё, беременна? Ну я и до беременности перестала пить. Я не плачу, но полгода, наверное. Так, ребят, ну что ж, такая вот я. Ну-ка иду по ночной Москве в центре Москвы, между прочим. Заказала себе такси и буду его ждать. Должен приехать через 4 минуты. Сейчас время 8 часов. Я бы, конечно, могла бы потусить подольше. Там было классно. Я съела вкусные креветки, вкусную рыбку на шпажке. Выпила два бокальчика. Вообще, это, девки, это вообще на меня не похоже. Потому что раньше на мероприятие, как я себя вела раньше, до материнства, я приходила на мероприятие. Максимум, что я пила, воду, какой-то сок. Ну, короче, вообще не то пальто. Какая-то была зажатая. Вообще не то. Но, короче, я сегодня со всеми поболтала, с кем давно не виделась, увиделась, пообщались классно. Как всегда, кто-то с кем-то о чем-то договорился. Блин, ну, надеюсь, что все получится. Вот, например, с Димой Криконовым мы сейчас стояли, болтали. И по поводу съемки болтали. Мы уже с ним, как, не знаю, каждый раз, когда видимся, все, давай съемочку, давай, давай съемочку делать. И в итоге нифига как-то не делаем. Просто потом я не пишу ему что-то, он пропадает. Ну, в общем, и вот, не знаю, в итоге сделаем, нет. Я бы хотела. Надо просто идею придумать классно и договориться о времени. Единственное, что, с кем я не встретилась, если это не мое такси, нет. Вот одни Мерседесы черные ездят. Как будто все себе бизнес-такси сейчас заказали. На этом мероприятии, с кем я хотела пообщаться и поздороваться, ну, так вышло, что просто не дошла до этих людей. Потому что либо общалась с кем-то, либо там что-то объявляли, и типа все стояли, ну, как бы, ну, короче. Вот, о чем я жалею, с кем я не поздоровалась сегодня и не пообщалась, это с Катей Коносовой и девочки. Тут была Алена по гребням. Я ее прям видела, я ее прям видела. Она была просто в метре от меня, я так говорю, прям, как фанатка. На самом деле я, ну, давненько ее видео уже не смотрю, потому что у меня просто только нет на это времени. Хотя я люблю ее видеть. Вот до родов я прям дофига смотрела. После, ну, вот сейчас вообще в последнее время у меня просто реально вообще нет времени ничего смотреть. Короче, она была... Я просто хотела к ней подойти, чтобы познакомиться лично, чтобы сказать ей, что она клевая. Вот, поэтому... Вот единственное, что я немножко грущу, что не дошла до этих девчонок, до Алены по гребням и до Кати Коносовой. В общем, я уже в такси, и произошла такая ситуация странная. Стою, значит, на улице, и ко мне подходит мужчина и спрашивает про седьмой корпус, седьмое строение. Я думаю, ну, ладно, помогу человеку. Открываю навигатор и ищу как бы этот корпус, чтобы ему помочь, потому что я понимаю, что карты плохо работают, навигация, все дела. Ну, сделаю доброе дело, потому что у меня бывало такое в жизни, что ко мне обращались за помощью, а я такая, ой, я не знаю, и уходила. Хотя я понимала, что я могу так же открыть навигатор, помочь человеку, ну, найти путь домой, например, не знаю, дорогу куда-то. И в итоге я начинаю скатить седьмой, даже не корпус, строение и понимаю, что его нет на карте. Немножко думаю, что за фигня, то есть прям вижу шестое, а седьмого просто нет. Ну, то есть... Но суть даже не в этом. Суть в том, что потом оказалось, что ему не нужна была моя помощь, он просто хотел мне втюхать вот эту рекламу. И я немножко расстроилась, что в какой-то момент он начал спрашивать, что я тут делаю, меня это напрягло, откуда я, типа, гуляю я или что. Я говорю, такси жду. Хотя какая ему вообще разница. Ну, и потом он мне предложил свою какую-то визитку, что они там какие-то мероприятия делают тоже. В общем, в какой-то момент я, если честно, испугалась. Говорю, блин, кто знает вообще. Ну, реально, мужик, думаю, что ему сейчас у головы взбредет. В общем, такое себе. В целом все нормально. Так что еду домой. Мама сейчас привезет домой Аню к нам. Время уже 8.10. Так, ребят, сегодня день рождения моего брата. Ему 22 года. И мы решили отмечать у нас дома. Я, по-моему, уже об этом рассказывала. У нас будет курица. Ее мама мариновала. Все, просто у нас в духовке она готовилась, потому что... Ой, я уже привыкла, что у нас везде сетки. Аж испугнилась. Короче, мама как раз сейчас с моим братом, с Анютой, с бабушкой, и еще с одним моим братом, с Гошей, наверное, приедут к нам. В смысле, не наверное, а точно они приедут к нам. Короче, мы подготовились для Гоши. Такой подарок. Шарики 22. И вот такой человек-паук с днем рождения. Просто когда Гоша был маленький, он очень любил человека-паука. Понятно, что он уже взрослый, но все равно мне показалось это милым. Вот, Анюте мы тоже, конечно же, шарик взяли. Короче, у нас курица из духовки, рис и еще стейки-семги, аж 5 штук. Вот, еще мама сделала салат оливье, тоже передала нам, когда мы Аню отдавали. Я сделала мимозу. У нас есть вот рыбка, огурчики. Как будто бы мне чего-то еще надо на стол. Не хватает чего-то еще. Но как будто больше ничего нет. Вот, но я думаю, что на самом деле еды нам достаточно. Где же они? Что интересно, мы со Славой снимали реакцию. Это как раз просто успеть все, называется. Блин, как будто воды много. Как будто слегка разварился мой рис. Не, он нормальный, я думаю, в итоге будет вкусно. Не знаю, лучше в открытом держать, если он уже достаточно в себя впитал влаги и кажется мне достаточно мягким. Но все-таки лучше закрыть, наверное. Но я его все равно оставлю здесь на плите. Так, до рыбки 10 минут. Короче, все вообще отлично. Вот, сейчас они как раз приедут. И мы сядем за стол. Компажка у нас небольшая. Ну ничего. Привет всем привет. Сегодня 17 сентября. Погода, кстати, на улице просто пушка для сентября. Очень мне нравится. Мы сейчас со Славой вдвоем едем в Smile Studio на чистку зубов. Вот. Слава вообще давно не был. Тогда, когда я ходила, он не смог. Плохо себя чувствовал. Ну да. Мы ходим обычно вместе на чистку зубов. Короче, нам обоим уже давно пора. Я была не так давно, как Слава, но все равно уже пора. Плюс у меня опущена нижняя десна на одном зубе. Это выглядит просто очень стремно. Я уже рассказывала. Показывать не буду. Но выглядит реально стремно. Сейчас все окей. Но когда мы были в Грузии, у меня в моменте она побаливала даже. Короче, мне вообще надо операцию делать уже давно. Но я не могу на нее решиться, потому что мне неохота. Мне неохота, чтобы мне... Там просто такой долгий, сложный процесс. И это больше всего меня, в принципе, и обламывает. Там нужно сначала сделать обычную чистку. Вот, типа, такую, на которую мы сейчас едем. Потом через, там, типа, неделю или две, по-моему, если не ошибаюсь, приехать на глубокую чистку. Это прям под деснами тебе вычищают. Камень, налет, то есть более серьезная. Вот такую делать глубокую чистку. Я как-то начинала этот этап, а потом то ли я забеременела, я не помню почему, но все, короче, прервалась эта тема. Я уже не ходила. А там нельзя так, что ты начал, а потом не пошел. И продолжить уже заново надо все начинать. Ну, короче, вот глубокую чистку сделал, потом через месяц снова глубокую чистку. И потом, по-моему, тоже снова глубокую чистку через время. И только тогда... То есть нужно максимально вычистить весь твой рот. Поганый. Грязный. Камень. И после этого ты приезжаешь уже на операцию, уже к врачу-хирургу, наверное. Он тебе берет и отрезает кусок кожи. Либо с щеки, либо с неба. И потом пришивает, короче, к этой десне. Вот вся и операция. Я не думаю, что она какая-то слишком болезненная. Ну, наверное, неприятная. Я вот представляю, как это все заживать должно. Наверное, ни горячее, ни холодное не попьешь. Непонятно, какое время. Ну, короче, вот из-за всех этих мыслей я вот до сих пор, я уже не знаю, сколько лет хожу вот так. Я помню, как у меня это все началось. Потом у меня в один момент заболела десна на одном зубе. Я думаю, что за фигня. Я подхожу в зеркало и вижу, что она у меня, типа, ниже стала, чем остальные. И я, знаете, что подумала? Что я ела чипсы и, типа, чипсами просто, хоп, случайно подвинулась. Это такая глупая мысль. Меня посетила. Вот, так что едем на чистку зубов гигиеническую. Потом мы, скорее всего, заедем куда-нибудь покушать. После гигиенической чистки. И после этого заедем на квартиру. Надеюсь, там вообще у нас кто-то работает. Сейчас. Ну, нет, 100% там кто-то должен быть. Вчера должны были привезти крашку. Короче, это капец. Я делилась в Телеграм, но здесь, по-моему, не рассказывала. Нам должны были 20 сентября устанавливать мебель. Ну, либо привозить. А из-за того, что краска не пришла. И она долго вообще, как-то капец, как долго идет. Я так понимаю, вообще из Питера. Типа, какого хера она так долго идет? Мне, если честно, непонятно. Этот момент меня очень сильно бесит. Понятно, никто ничего красить не начинал. Потому что красить нечем. И пришлось переносить установку мебели. Потому что мебель будут устанавливать только тогда, когда квартира будет полностью, как бы, готова к установке мебели. Пол у нас там уже везде есть. Там только на кухне один кусок еще не готов. Но наш прораб сказал, что он это сделает за день. Там вообще ничего сложного. Но им, типа, так сейчас удобно. Это все, типа, фигня. Убрать легко. Вчера должна была прийти краска. А она не пришла. Она должна прийти сегодня. И если она вдруг сегодня не придет, то я не знаю, что делать. Будем прям звонить, разбираться. Я подниму всех нахер. Я уже не могу. Реально, я такая злая. Я вот прям чувствую, что я не могу контролировать этот процесс. Потому что он не подвластен мне. Столько разных нюансов и моментов. И вот, наверное, теперь я понимаю людей, которые говорят, вот, ремонт, это такой геморрой. Ля-ля-ля-ля. Мы очень долго в расслабленном состоянии находились. Потому что, ну, просто ремонт идет, ремонт идет. Но когда это начинает сильно затягиваться, и, ну, начинаешь злиться. А с другой стороны думаешь, ну, ладно, уже все, финальные штрихи. Но тут у нас все так завязано между собой. Из-за этого тоже начинаешь злиться. Короче, мы поедем в квартиру. Нам пришли образцы откосов на окна. Они до нас тоже какого-то фига очень долго шли. У нас есть четыре цвета. Мы их приложим к полу. Сравним с визуализацией. Это обложка. Обложка с образцами. Приложим, короче говоря, их к полу. Мне кажется, что это будет какой-то из этих оттенков. Темный не хочу. Мне кажется, нафиг темный нам не надо. У нас там все светлое. Светлый пол. Окна белые. Поэтому я думаю, что это будет какой-то из этих оттенков. Просто мы на квартире уже посмотрим, какой больше подходит. Потому что они чем-то отличаются. Ну, так непонятно чем. Теплый серый, холодный серый. Вот они чем отличаются. Сейчас, наверное... Нет, видно. На камере, кстати, видно. Только у меня почему-то на камере по-другому. Вот этот написано теплый, а он у меня холодный выглядит. От цвета очень многое зависит. Поедем в квартиру, посмотрим этот момент. Еще вчера я написала в одну фирму по поводу замены лестницы на даче. Выяснились новые интересные подробности. Нам нужно обсудить с нашим строителем на даче. Еще вчера мы оплатили окна. Блин, я же обещала вам рассказать, сколько нам обойдутся окна. Мы решили, что с двух сторон у нас будут коричневые окна. И внутри тоже. С одной стороны, я рада, потому что я хотела темные окна в доме. Плюс это какой-то интересный акцент. И я думаю, что нам общую картину, общую картинку нашей визуализации нужно немножко смешать с коричневым. То есть добавить немножко тоже коричневого, чтобы все это гармонично смотрелось. Поэтому не знаю и не факт, но может быть какие-то элементы мы сделаем тоже как бы темными, чтобы в доме все как-то играло. Может быть добавим больше дерева, потому что у нас там стол, например, под цвет лестницы. По визуализации сейчас такое светлое дерево, типа как вот такой оттенок. А я думаю, что мы сделаем что-то как раз может потемнее, чтобы акценты какие-то были. Может даже лестницу рассмотрим потемнее. Просто наш строитель нам что сказал. Вот можете вызвать фирму по поводу лестницы, потому что мы ее будем полностью менять. Типа вызовите фирму, пусть они замерят, ну сделают замеры старой лестницы и сделают точно такую, что только новая. Ну типа все то же самое, только новая. Как будто бы звучит логично, потому что у нас точно такая же должна быть лестница по ее структуре, лестнице, ну как бы поднятием, вот этим, как они называются, проемы всякие там. Где нет ступеней, а просто, например, Гриланка. Короче. Вот. И вроде как звучит логично, а я вчера списалась с компанией, ну фабрикой, кто лестницы изготавливает, очень красивые у них лестницы, мне понравилось, причем с подсветками. Потому что мы со строителем когда это обсуждали, он сказал, что вот это надо искать специальную подсветку, ля-ля-ля-ля. Ну короче, как это все геморрно из его уст это звучало, что мы такие, нет, тогда нафиг не будем вообще никакую подсветку делать. А тут я наткнулась на вот эту компанию, думаю, как красиво, там у них разные варианты подсветки, может быть даже мы заморочимся, но мы сделаем то же самое, как и с окнами. А, кстати, забавно сказать, прокнутая. Мы попросили нашего оконщика, чтобы он нам сделал расчет, сколько будет стоить, чтобы снаружи в двух вариантах были коричневые окна. Ламинация, вот это вот дерево у нас, шока-браун какая-то, ну короче, прикольный такой цвет. Он, кстати, я попросила, прислал мне картинки, как это выглядит живую, вот вам сейчас тоже прикрепляю. Ну фотки, конечно, не такие, чтобы прям вау посмотреть там в интерьере, но примерно можно понять, что они будут, ну реально такие коричневые, где-то просто темными казаться. Мы еще почему забили, потому что у нас везде будет тюль, и по сути все окна будут закрыты по тюлью, и не будет видно, вот что еще Лилю смущало, и меня тоже, что вот эта вот фактура прям дерева коричневого, фактура дерева. Вот это как бы не очень-то нравилось, потому что хотелось более гладенькое такое, более современное. Но из-за того, что тюль будет прикрывать, в принципе, пофиг, я думаю, что будет красиво, просто немножко нам нужно добавить теплых таких элементов коричневого в интерьер. Видела комментарии, что у нас вообще как-то нет души, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну я уверена, вот как одна девочка написала, что вот эту вот душу и уют создают какие-то детали маленькие, там типа чашечка кофе на столе, журнальчик, какой-то пледик, игрушечки детские, там мягенькие какие-то еще что-то. Ну короче, я уверена, что это как холст, я хочу, чтобы квартира, дом, они выглядели как бы чисто, просторно, не загружено всякими деталями, потому что загрузить всякими деталями и вот этими уютными мелочами мы всегда сможем, и добавить жизни, так сказать. В любом случае визуализация это одно, когда ты уже показываешь, как это вживую, уже там добавляешь какие-то элементы в себя, да, уже совсем по-другому играет все, другими красками. Короче, я за это вообще не переживаю, вот, хочу, чтобы было красиво. Так короче, окна нам посчитали. Коричневые с двух сторон, 500 с чем-то, 1530 что ли. Мы со Славой думали, что будет больше. Мы думали, что будет больше почему-то, и мне тоже казалось, что это все стоит дороже. А коричневые снаружи и белые внутри, типа 300 с чем-то, ну, то есть там то ли 350, 360, это с установкой, с доставкой, вот, плюс у нас на каждом окне две створки будут открываться и вверх, ну, и вбока, и вбок, и вверх, понятно, вот, по одной москитной сетке на каждое окно. По всеми этими условиями, в общем, мы выбрали коричневые окна с двух сторон, потому что мы, в принципе, изначально хотели и снаружи коричневые, и внутри хотели тоже темные. Я это еще до дизайн-проекта хотела, но не знала наверняка, что придумает Лиля, поэтому мы ничего не заказывали, не делали. Так что мы все оплатили, теперь нам остается ждать три недели. Как все изготовят, привезут, в один день привезут, в другой день, скорее всего, установят. И вот по поводу лестницы я списалась с компанией и сказали, что нужно демонтировать полностью старую лестницу, сделать полностью везде пол, стены. И только тогда снимают замеры для новой лестницы и начинают изготовление. Изготовление занимает несколько месяцев. И вот мне написали, что если сейчас нам это надо, а я так понимаю, что тогда нам это сейчас не надо, потому что нам сейчас это рано делать, у нас ни пола, ни хрена там нет, ни заказан, даже пол, кстати, надо заказать. Ну, короче, я думаю, что вот как раз в следующем году, что тогда будем заказывать лестницу и несколько месяцев ее ждать, и значит наш строитель будет как-то двигаться, если придется, без лестницы. Либо как-то, может, второй этаж сделают, все равно потом нам надо будет вызвать замерщика для мебели, наверное, тоже примерно в плюс-минус тот период. Потому что я так поняла, и Слава мне сказала, что лестницу вообще чуть ли не в самом конце делают, а мебель долго ждать. А так все хорошо. Вчера день рождения брата отмечали, они недолго у нас в гостях сидели, потому что всем надо вставать рано, всем надо спать, все устали. Вот, поэтому гости от нас ушли, мы со Славой посмотрели фильм, который называется «Собиратель душ». Слава два дня меня уговаривал, как бы, можно сказать, заставлял даже смотреть с ним этот фильм, потому что мы редко что-то смотрим прям вместе в последнее время. Так как все постоянно какие-то замороченные, уставшие, вырубаемся по щелчку пальцев, такая вот родительская наша доля. То он меня уговаривал, уговаривал, и я такая, как бы, не против, но у меня было одно условие, у меня должен быть телефон в руках, я должна сидеть на маркетплейсах. Он мне не разрешал, говорил, что он против этих всех движений, я должна убрать все эти гаджеты. И позавчера мы так попробовали смотреть, я через 15 минут вырубилась, я говорю, я не могу без телефона, я сразу вырубаюсь, я как лягу в удобное положение и смотрю в одну точку, все. Потом я прошла тест про СДВГ, прошла тест, и там какие-то два параметра показали, что есть вероятность. А фигня, потому что я вообще не могу, мне нужно что-то делать, то есть я не могу делать одно дело, вот как мужчины, например, обычно любят одно дело только. А я не могу, мне нужно обязательно несколько дел делать одновременно. Хотя, как-то у меня спросили, Юль, ну неужели ты же раньше всегда что-то смотрела, когда убираешься, я просто как сказала, что девочки, у меня нет времени даже посмотреть то-то, то-то, то-то. И мне написали, типа, что за фигня, ты же раньше всегда что-то смотрела, пока убиралась там какой-нибудь, пусть говорят, мужское, женское. А вот почему-то сейчас, когда я убираюсь, мне вот как будто хочется ничего вообще ни смотреть, ни слушать, я в тишине это делаю. Наверное, так устаю от какого-то шума за весь день, что в какой-то момент хочется просто реально ничего не делать и ничего не смотреть. Вчера мы этот фильм досмотрели, Слава в восторге, офигенный фильм. Короче, говорили, что этот фильм просто капец, какой страшный. Да, в нем есть доля прикольности, там еще Николас Кейдж. Не могу сказать, что плохой фильм, но вчера я тоже еле как держалась, чуть не уснула, потом я Славе сказала, что я не могу. Если я сейчас не возьму в руки телефон и не сделаю какой-то заказ на маркер-мейсе, я усну. Я усну. Он просто на меня обижался, потому что я в руках держу телефон. Он говорит, ну пожалуйста, ты можешь просто смотреть со мной фильм. Я говорю, ты не понимаешь, это выше моих сил. Ну короче, и только тогда, когда я взяла в руки телефон, я смогла досмотреть фильм. Вот, и я смотрела фильм, я была во внимании этого фильма, просто еще я делала другое дело. Заказывала Анютке салфетки влажные, пеленочки какие-то. У меня не особо прям зашел фильм в том плане, что если говорить про страшный, я вообще не испугалась. Есть намного страшнее лично для меня фильмы и более мерзкие. И вот если нет вот этих всяких скримеров стрёмных, или как они, то, что меня реально может там напугать, и любого, наверное, может напугать, то мне хочется, чтобы он тогда был хотя бы мерзкий, знаете. Помнишь, мы с тобой смотрели про руку вот эту, которую держат, и что-то там проговаривают, и вселяется в призрак человека, когда он эту руку держит. Помнишь ужастик? Я забыла, как называется, но я в Телеграме тоже делилась. Можете зайти ко мне в Телеграм, нажать «Медиа», ну, зайти на канал, и полистать, и увидеть обложку, короче, фильма. Там прям рука. Да-да, прикольно. Так, ну что ж, мы в Смел-студию с Славей сделали зубки первому. Он так захотел, попросил, я говорю, нам пойти. Он просто хотел сделать зубки и пойти в машину, сидеть, чилить, кайфовать. Короче, улетит. Прям обожаю вот так вот посмотреть, потому что у меня внутри прям было видно, как на зубах есть налет. Класс. В общем, сейчас поедем покушаем и на квартиру. Угу. Вот так. Покорите. Прикусывайте. Теперь скользите назад до упора. Уперлись, запомни. Чувствуйте. Спинку на держу. Система готова к получению изображения. Получение изображения завершено. Все, ну страшно. Почему? Не знаю. Вдруг она куда-то меня зажмет. Так, ребята, мы в квартире. И сейчас вот взяли плиточку пола и стоим и думаем. Откосы у нас все получаются разные. Где-то оттенки отличаются. Вот на камере хорошо прям видно, насколько они не одинаковые. Вот. Если так смотреть, то как будто вот этот самый подходящий сейчас. Но он самый светлый. И этот тоже, кстати, подходящий. Посмотри. Блин, может ты, правда, этот? Здесь еще вот такой. Суть в том, что вот это все будет, ну если мы выберем этот, оно будет прям по всему окну идти. Вот так вот, подоконник. То есть это прям вокруг всего окна будет. И надо просто подумать, какой больше сочетается с полом. У нас по проекту они вообще там темнее, чем пол. Типа прям вот такие, а может даже потемнее. Но мне не хочется сильно темный. Хочется, чтобы это что-то было плюс-минус похожее. Вот надо решить. Сделать потеплее, потемнее. Хотя этот холодный называется. А этот теплый серый. Вообще, я думаю, из этих двух надо выбирать. Так, ну что ж, вы говорите, когда я в квартире, тут уже еще что-то изменилось. Получается, здесь плитку уже положили. Тут у нас будет все закрыто специальной версией. И вот прям вот так. Душ. Да, он, конечно, узковат. Тесноват. Ну, нормально все равно. Сверху будет лить. Все равно удобно. Душим глаз. Это получается интересно то, что осталось. Дофига осталось. Вот еще вижу. Вот это нафига. Ну, там внутри что-то заработало. Выпустите. А вот какой инфаркт на кухне то, что вам где-то посмотреть можно? Просто он должен быть прям большой, мне кажется. А, вот это все, что есть. Его фартух. А разве привозили фартух? Я не знаю. Просто вот эта часть, это, ну, у нас точно такая же для кухни. Я поэтому подумала, что из нее сделала. Это, получается, не вы делали, а какая-то каменная компания? Да, 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 да. Ее вы приезжали отдельно. Девочки, поставьте лайк под этим видео, напишите комментарий в поддержку, чтобы наш ремонт скорее закончился и Анютка спала в своей детской. Какая-то у меня кровавочка. Сразу повесим неогромный телевизор. И включим КТ. Сразу дизлайки. Нет, в музыке это плохо. Кстати, вот здесь у нас получается вообще свободный угол, пустой. Ну как, пустым-то он точно не будет. Сейчас хочу раскрыть проект. Я просто думаю, те штуки, которые у нас дома есть, что-то вообще сюда поместится. Сейчас. Я про Вигвам, например, ее люблю. Только Вигвам один сюда и поместится. Конечно, вот сюда. Да, да, чисто ее домик будет здесь. Так, сейчас я найду наш проект. У нас вот в этом месте планировалось, потому что мы уже знали, когда мы заедем, и мы не планируем, что здесь будет стоять детская кровать, люлечка. Но мы думали, что если что, как вариант, она может там стоять. А так получается, вот. Да, у нас вот здесь шкаф заканчивается. То есть вот так вот шкаф. Кровать, шкаф чуть-чуть. Здесь у нас. Тут, короче, тоже пусто. Тут шкаф. Небольшой. Небольшой шкаф. Там с полочками. Внизу выдвижные ящики. Телевизор. Ну, я думаю, оно все будет вровень с этой стеной, да. То есть оно все будет вот до этого момента. Вот так. По стене пойдет ровно. А тут получается пустое пространство. То есть, гипотетически, ну да, сюда можно и к вам как раз и поставить. Но лазилку вообще сюда не уедет. Можно к стене куда-нибудь прикрутить какую-нибудь лазилку. Есть эти шведские стенки, но... Да, я про шведскую стенку буду. Не уверена, что здесь, наверное, есть место. И я понимаю людей, которые напишут в комментариях, как это для ребенка проектировали. Ну, у меня тоже не было шведской стенки, ничего. И для этого как раз таки... Улица. Да, гаражи. Гаражи, падик. Сюда можно прикрутить к потолку. У нас в проекте было качели. Можно что-то прикрутить. Прикрутим. Надо подумать, что у нас в проекте как раз есть детская качелечка такая. Но я думаю, это сделает лучше в самом конце, когда мы уже здесь будем жить и поймем вообще. То есть сейчас это точно надо делать. Сейчас какая-то бежуха идет. Ой, надените, еще что-то есть. Стойку сюда только стоя поставить можно. Ну, ты видишь, она слишком узкая. Сука! Да зачем тебе стойка не нужна? На даче поставишь, да? Там будет большой тебе гиги. Да не, я просто... Я что-нибудь придумаю, может, какую-нибудь полочку организую. Ты что? Он шуй. Негалегко. Ну вот. Ну, нормально здесь вообще? А что у нас тут будет? А, тут радиаторы. За шторами. Тут по стене, наверное, вплоть. Ну да, Ливанчик, конечно, выбирать будет. Да нормально, ничего. Это ж типа как гостевая общая комната будет. Ну да, да. Прикольная она. Ну, она, правда, конечно, как коридор. Она коридорная немножко, эта комната, но все равно. Короче, Лиля пишет, что что-то не то вообще по цвету. Поэтому, скорее всего, если есть кусок, образец от нашего паркета, мы им отправим. В Питер. Потом из Питера ждать новое. Не, мы ждать не будем новое, просто они там уже на месте идентичный выберут, чтобы не отличалось. От Москвы до Питера 6 часов. Почему нельзя отправить, ну, что-то нормальное? Вообще. И быстро. За 6 часов можно от Москвы до Питера доехать. Че за бред? От Москвы до Нью-Йорка. Сука.